Итак, мы вернулись к нашему ремонту этого дома, этой половинки. Давайте посмотрим, что же изменилось за месяц и три недели. Да, именно месяц и три недели, потому что мы немножко опаздываем по расписанию. То есть мы все еще в рамках, допустимых рамках, которые мы планировали, то есть для этого ремонта с учетом, если рабочие не могут, если материалы не придут. Поэтому все еще все хорошо, но немножко, да, опаздываем. Именно поэтому то, что я сказала, у нас некоторые рабочие, они находятся на других объектах, приезжают сюда делать, и некоторые материалы задержались, или некоторые пришли не те, которые нужны. То есть это уже задерживает весь процесс. Сегодня мы поговорим о том, что мы сделали вокруг дома. Вот, если вы посмотрите здесь, у нас раскопки. Вот, мы посмотрим сегодня на подвал, который мы вам не показали в прошлом видео. Там уже все, ну, как бы, готово. То, что собирались поставить, то, что собирались сделать, отремонтировать. И мы сегодня пройдемся и посмотрим, как выглядит первый и второй этаж. Они, конечно, еще не полностью готовы, но уже, как процесс идет. Вот, и надеюсь, что вам интересно посмотреть, где мы сейчас находимся. Пойдемте посмотрим. Итак, давайте начнем сегодняшний обзор с улицы, с работы, которая была сделана здесь, снаружи. Мы показывали вам в предыдущих видео, что у нас была большая трещина в фундаменте, и мы должны были ее починить. Чинили мы ее двумя способами. Мы делали полную гидроизоляцию снаружи, и также укрепляли трещину изнутри. И сегодня мы покажем вам весь процесс, который был сделан. Значит, смотрите, снаружи вы видите, что уже, в принципе, это уже раскопали, сделали, закопали. Мы покажем вам некоторые материалы, которые мы использовали. Вы видите, у нас здесь есть foundation wrap, то есть это специальная такая защита фундамента от воды, а под ней наклеена, называется на английском blue skin, это специальная такая наклейка, которая дает гидроизоляцию. И с помощью того, что мы ставим именно два этих материала, один он изолирует фундамент от воды, а другой не дает новую воду, где подойти, и защищает этот первый слой от повреждения. Потому что когда мы засыпали все землей, первый слой может повредиться, и вода может попасть внутрь, а второй слой этот защищает, чтобы вода туда не попала. Там мы засыпали гравий и положили уупинг-тайл. Уупинг-тайл это специальная труба такая, которая имеет маленькие дырочки, собирает дождевую воду и приводит ее в сток воды внутри дома, в бейсменте. Мы покажем вам это место. Там еще не все закончено, но мы объясним, что нужно еще сделать. Итак, вы видите, что вся эта стена, это самая длинная стена этого дома, была полностью водоизолирована. То есть это сделано полностью по всей длине. Они подкапывали, видите, у нас здесь кондиционер, стоит компрессор кондиционера. Они подкопали снизу, сделали гидроизоляцию. Вы можете увидеть, там тоже у нас вот эта вот специальная мембрана стоит на стене. И довели это прямо до угла. А вот здесь вот еще как раз процесс работы не закончен. Они отъехали пока за материалами. Я хотел вам показать. Смотрите, у нас здесь сейчас открыта сафонерой. Я открою. Надеюсь, что не свалюсь внутрь. Нет, не свалился пока. Смотрите. У нас раскопан здесь, называется window well. Это колодец такой вокруг окна. И мы показывали вам в предыдущих видео, что у нас окно полностью было засыпано гравием. И оно даже невозможно было открыть, потому что засыпали его под землей. Что сейчас сделали? Значит, они откопали полностью. Они поставили новую трубу, специальную вот такая труба с как таким рукавом, да, чтобы эта труба забирала всю дождевую воду, которая будет собираться в этом колодце, и уводила ее прямо вниз, вот в эти трубы, которые собирают дождевую воду. Также это будет все уходить внутрь, в фундамент, в специальный водосток, который мы покажем вам изнутри. И таким образом, если какая-то вода будет попадать в этот район возле окна, она не будет попадать в дом через окно, а будет просто спускаться вниз и уходить в канализацию. Теперь посмотрите. Здесь стояла раньше, я сейчас закрою эту штуку, смотрите. Значит, стояла раньше такая металлическая штучка специальная, называется window well, вот защита такая металлическая. Она уже заржавела, она отвалилась, она в очень плохом состоянии. Нам привезли новую, чтобы установить. Новая вот там вот у нас, это куча мусора, не обращайте внимания, скоро ее все увезут. Но вот там металлическая часть, это новая часть, которую я должен установить. Но, если вы видите на видео, я не знаю, если заметно, это намного глубже. Это у нас почти два фита в глубину, а та, предыдущая, один фут. И что получается, если мы поставим ее здесь, она заблокирует нам проход. Проходить будет невозможно, потому что она будет прямо под ногами. Поэтому, ребята, сейчас поехали привезти другую, правильную по размеру, чтобы установить здесь, чтобы защитить окно от воды, сделать все правильно, чтобы был правильный сток, и чтобы не было проблем с входом в дом, чтобы это все нам не мешало. Поэтому вот ждем, чтобы они закончили. Они должны установить, засыпать туда гравия, засыпать назад землей, выровнять и поставить бетонные плиты на место, чтобы можно было спокойно идти и заходить в дом с задней двери. Эта дверь используется хозяинами чаще всего, потому что люди обычно парковаются на парковочном месте и заходят через заднюю дверь. Поэтому очень важно, чтобы здесь было все сделано удобно, красиво, чтобы можно было этим пользоваться. Теперь мы пойдем вниз, и я покажу вам в подвале внизу, как мы укрепили стену, и что еще должно быть сделано. Пойдемте. Это окно было в наших предыдущих видео, где вы видели, что у нас полностью засыпано камнем. Как мы показали снаружи, его откопали, его нужно помыть, привести в порядок. В принципе, если можно будет его не менять, мы не поменяем, потому что мы не собираемся заканчивать этот уровень. Но если он будет плохо закрываться, мы, конечно, что-нибудь с ним сделаем. Итак, вы видите, что уже здесь выпадает свет, мы уже видим, что это окно, а не просто часть стены, закопанная под землей. Это часть вот той работы, о которой мы говорим, что нужно сделать с колодцем, window well, то, что называется у нас. Здесь, смотрите, сзади меня установили уже шесть специальных креплений. Это braces называется, то есть у нас 90 градусов такие стальные уголки. У нас есть два здесь, два под ступеньками, и два с другой стороны. Мы покажем вам все и объясним, чем они отличаются и для чего они делаются. То есть, в принципе, их работа какая? Держать эту трещину, чтобы она не продолжала ломаться. Здесь вы видите, что трещина очень маленькая. Здесь, в принципе, это небольшая проблема на других. Мы покажем вам, как по-настоящему это помогает. Как это устанавливается? Значит, мы ее закручиваем в стену. Мы закручиваем в потолке. Мы ставим специальные распорки между балками и закручиваем туда, чтобы держала верхнюю часть. И внизу, вы видите, они разбили бетон, поставили это туда под бетон и залили, вот свеженький бетон, залили, чтобы он был просто цельным, и работа, которая это будет делать, будет работать как такая скобка, которая держит стенку, чтобы она не сломалась. То есть, комбинация водоизоляции снаружи, где мы не пускаем воду в эти трещины, и крепление изнутри, где мы не даем трещине сломаться дальше, и стенки ломаться, дает полный ремонт на стены и отвечает на все проблемы. И на движение бетона, и проникновение воды в наш бейсмит. Выйдет такая же еще одна, выйдет здесь уже трещина идет, она немножко расширяется, и эта стальная балка делает ту же самую работу. В принципе, ставятся они каждые 4 фит, то есть, примерно, каждые метр 20, плюс-минус немножко ставится такая, чтобы для того, чтобы держать и делать свою работу правильно. До того, как мы установили, пришел сюда инженер, он посмотрел, померил, дал нам чертеж, и мы работаем в соответствии с этим чертежом. Также эта работа требует разрешения от города, было получено разрешение на эту работу, и через несколько дней, ребятам стало закончить ее, как вы видели, снаружи, придет уже инспектор от города проверить, что все установлено правильно, что все сделано по чертежам от инженера, даст нам окей, и работа будет завершена. Те балки, которые находятся под ступеньками, смотрите, они сделаны по-другому. Так как мы не можем их закрепить в балки деревянные сверху, мы можем только в пол и в стену, дается специальная такая диагональная балка, еще одна, специальным креплением прямо на полу, который как такой туфель прямо держит эту балку к стене, и дает ей возможность подвинуться. Идея вся удержать стенку от движения, и за счет того, что мы делаем вот такое металлическое крепление, оно не дает стенке двигаться. Теперь я хочу пойти с вами на другую сторону этой же стены. Стена длинная, как вы видели, снаружи, да? И здесь у нас две балки, здесь немножко они отличаются, я хочу показать вам, какая отличие. То есть сами балки по виду выглядят одинаково, разницы нет. И делают они ту же самую работу, они также закреплены сверху, также залиты в бетон. Но обратите внимание, здесь есть возможность увидеть, что они по-настоящему делают. Я включу фонарик, чтобы вы могли видеть. Смотрите вот здесь. Вы можете видеть, что вот в этом месте наша стальная балка держит прямо впритык бетону, а вот когда мы поднимаемся, посмотрите, мы видим, что у нас есть сейчас такой промежуток. То есть мы понимаем, что стенка выперла вот в этом месте. Внизу также она не впритык, есть маленький такой зазор. То есть она только начала выпирать. Это еще было, скажем так, не слишком поздно. Мы укрепили, и теперь эта вот конструкция должна держать стенку, чтобы она больше не двигалась за счет того, как мы укрепили ее и в стену, и в каталог, то есть в половые балки, и в сам бетон. Вот это вторая тоже самая. Мы можем видеть то же самое по ней. То есть где-то, где трещинка есть, это впритык, а вот сверху там есть немножко места. Не так много, но немножко есть. То есть как мы сказали, мы купили этот дом вовремя и поймали эту проблему вовремя. Если бы ждали дальше, стена бы дальше уходила, появился бы такой кузик, и надо было бы уже и ровнять стену, и делать больше работы. Но в этом случае достаточно будет того, что мы закрепили, и не даем ей дальше уходить. Поэтому, в принципе, здесь работа готова. Снаружи, как мы видим, у нас закончили некоторые вещи, пройти инспекцию через несколько дней. Если инспектор все проведет, скажешь, что окей, эта работа закончена. Гарантия, которая дает на эту работу, от компании около 15, 20, даже 25 лет. То есть это очень должно долго работать. Компания, с которой мы работаем, мы работали много раз. Были случаи, где что происходит, попадает какая-то вода, и, конечно же, они приходят переделывать все за свой счет. Платить это не нужно, потому что гарантия даже где-то до 35 лет доходила. То есть в зависимости от вида работ. Но это очень большой плюс, что мы сделали. Есть гарантия, и даже если мы продаем, мы знаем в будущем эту гарантию можно перевести на нового покупателя. И все, кто покупают, знают, что работа была сделана, была сделана профессионально, и случится у них есть гарантия. Две маленькие вещи, которые еще не закончены. Здесь, это вот у нас есть эта стена, где вы видите, есть такой подтек воды. Но он очень точечный, местный потек. Не было смысла раскапывать всю стенку снаружи ради этого. Поэтому здесь будет делаться специальная такая эпоксидка. Будут делать маленькие дырочки, заливать эпоксидку прямо в трещину. И то же самое на другой стене. У нас две такие есть точки. Просто не было смысла копать снаружи огромное расстояние ради двух маленьких ремонтиков. Они сделают их полностью изнутри. Это делается просто, делается быстро изнутри. Стоит намного дешевле. И мы решили сделать вот на этих стенках такой вариант. Поэтому в этом проекте у вас, в принципе, есть вариант увидеть все. Увидите и металлические крепления, вы увидите и эпоксидные такие специальные ремонты, которые делают изнутри. И вы видели сейчас наружную работу, которая включает в себя и специальную мембрану, и специальную Blue Skin, такую наклейку, которая изолирует и не дает в воде попасть в сам фундамент. Давайте сейчас поднимемся наверх и покажем вам прогресс на втором и на первом этаже. Смотрите, второй этаж. Мы сейчас на втором этаже. У нас он почти готов. Посмотрите, как светло. Мы добавили вот этот светильник. И здесь был. Вот этого не было. То есть представьте, как было темно. Если вы посмотрите наше первое видео, там вообще ничего на ступеньках не было видно. А сейчас у нас такая красивая лестница. Все выложено винилом красивым. Виниловый планк называется. Винил Вайнал Планк. И у нас тут светло и красиво. Приятный цвет стен серый. Пойдемте посмотрим эту комнату. Смотрите, тут у нас уже пол. Стены покрашены. Стоит зеркальная такая дверь в шкафчике. Но окна у нас были такие симпатичные. Поэтому вот еще даже не сняли с нее упаковку. И добавят полочки. Будет шикарно. Шикарно. Дверь у нас здесь. Только осталось ручку добавить. В принципе, она покрашена. Нет, выглядит, как будто еще один слой нужен. И потом поставят ручку. Вот, пойдемте дальше. Еще одна комната. Здесь не получилось восстановить дверь. Она была в очень плохом состоянии. Поэтому купили вот такую дверь. Сейчас покрасят ее, чтобы она тоже была беленькая. Вот такого цвета. Сейчас она... Ну, это праймер. Ее нужно покрасить. И поставить, конечно, ручку тоже. Высверлить дырку и поставить ручку. Тоже такая приятная комната получилась. Новые плинтуса добавили. Все такое беленькое. Вот это только сетки останутся поменять. И у нас тоже зеркальная дверь в шкаф. Вот. Вместо зеркала. То есть вот можно использовать. Сейчас давайте посмотрим ванную еще. Ага. Тут у нас еще нет ни туалета, ни раковины. Но уже покрасили. Сделали еще не докрасили. То есть вот это еще должны доделать. Ну, как помните, у нас здесь был туалет для использования. Пока идут ремонтные работы. Поэтому, конечно, он будет сделан последним. Вот поэтому мы не переживаем. Мы успеем его доделать. У нас тут шкафчик. Вот дверку покрасим, тоже ручку. Еще один шкафчик. У нас очень удобная планировка. И в плане шкафчиков или где что хранить. Всего очень много. И у нас получается еще две такие же комнаты. То есть здесь то же самое. Все сделано. Плинтуса сделаны. Зеркальные дверцы в шкаф. Здесь эта дверь, я вижу, покрашена. То есть нужно только ручку ей поставить. И вот тут должны доделать ободралась почему-то. Вот. Здесь это будет родительская комната. Она самая большая. У нас четыре комнаты в этом доме. Смотрите, тут больше места. Это, наверное, сейчас не знаю. Может быть, еще это покрасить должны. Да. Видите? Должны покрасить. Она еще не готова. Или другую поставят. И дверь. Дверь еще не сделали. Ну, тоже в процессе. Скоро закончат. И покрасят. И ручку поставят. Пойдемте посмотрим, что же у нас на основном этаже. И вот приехала наша кухня. Ура! Вот смотрите. Она у нас приехала в коробочках. Как вы знаете, киевскую кухню и киевская кухня собери сам. Поэтому вот она лежит тут во всех коробках и ждет, когда же ее соберут. Я думаю, на следующей неделе. Потому что еще есть какие-то другие вещи, которые нужно закончить. Или они не доделаны. Например, у нас возникла одна проблема. Вот с дверью в шкаф. Вот у нас такая должна быть зеркальная. Зеркальный шкаф, как вы видели в комнатах. Дело в том, что он у нас не прошел здесь. То есть мы не можем его установить с тем, что было здесь. И пришлось разобрать. И сейчас это все обратно соберут. Так, чтобы могли установить эту дверь. И когда заходишь в главном входе, у тебя будет такая зеркальная дверь. Что очень удобно. Потому что ты можешь посмотреть, как выходишь. И не надо никуда вешать зеркало. Вот будет дверь. Давайте дальше посмотрим. Сейчас у нас немножко тут все в хаотичном таком порядке. Мы уже говорили про свет у нас установлен. Здесь еще нет пока света. Но я уверена, что он тоже скоро будет. Вот у нас здесь такая лампочка. Пол сделаем. Все покрашено. Туалет еще не готов. И вот это помещение. Уже в принципе вы тоже его видели. Что оно просто подготовлено для установки кухни. Сейчас все там проведут, что нужно. Вот там у нас есть трубы для воды. И кухня будет установлена. Холодильник вернется сюда. И печка, вытяжка и посудомойка будут установлены вот именно здесь. Но они еще тоже в пути. Итак, это все на сегодня. Мы показали вам прогресс работы с уличной стороны. Видео, мы сделали гидроизоляцию фундамента. Мы показали вам фундамент изнутри. Первый этаж, второй этаж. И все, что мы планируем сделать в ближайшие недели. Надеемся на то, что в течение двух-трех недель мы уже приблизимся к окончанию проекта. И будем на том этапе, что мы можем показывать дом специальным съемщикам. Мы будем держать на секурсе и показываем все этапы этого ремонта. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok